Музыка Это была встреча партийного актива района Угнцы. Я людям рассказал о наших планах на этот год. Я рассказал людям о том, что мы в этом году очередной раз с помощью фракции партии коммунистов представили в парламент проект закона о назначении даты референдума за вступление Молдовы в таможенный союз. Я рассказал о том, что мы будем обращаться ко всем гражданам Республики Молдовы, чтобы в один из дней, мая, около 80 тысяч граждан приехали в Кишинев и потребовали от парламента принять решение о проведении референдума. И, значит, люди попросили слово. Оказалось, что это люди приехали из поселка Фрунзе. Ранее в этом поселке проживало 2,5 тысяч людей. Там было два завода. Один сахарный завод, другой завод по производству кислоты, которая делается из патоки. И люди... Была школа русская, детский сад был. Сегодня завод по производству сахара не работает, завод по производству кислоты не работает. Школа средняя закрыта, единственная школа в селе закрыта. Только один этаж в школе оборудован под садик и начальные классы, а все остальные учащиеся вынуждены на автобусах ездить в Окнесу. Но характер письма, конечно, меня очень сильно удивил. Это крик отчаяния. То есть люди написали письмо, подписали это письмо, 350 человек, написали письмо президенту Путину, президенту Назарбаеву и президенту Лукашенко с просьбой направить хотя бы одного инвестора в этот поселок для того, чтобы восстановить какой-то завод, чтобы у них было где работать. Почему? Потому что у поселка Фрунзе по его статусу даже нет земель вокруг, и люди даже не имеют земель, где могли бы, условно говоря, заниматься сельским хозяйством. То есть они находятся в ловушке. То есть поселок был построен под эти заводы, земли у этого поселка нет, заводы закрыты, и люди не имеют где работать. Основная часть людей уехали работать в Россию, потому что там русскоязычные люди живут, а оставшаяся часть полностью без работы, занимается, подбирается где-то, идет, подрабатывает у кого-то на полях, а большая часть просто нищенствует. И было очень неприятно. Почему? Потому что примаром этого поселка является демократ, вице-премьером Республики Молдовы по экономике является демократ Лазер, а люди, которые избрали демократов, пишут письмо Путину с просьбой найти инвестора. Понимаете, какая трагедия происходит? То есть политическая сила контролирует власть в стране и в этом населенном пункте, а люди вынуждены обращаться к президенту другой страны, чтобы он нашел инвестора. Я, безусловно, принял это письмо, буду думать, как найти какого-то инвестора, для того, чтобы, может быть, он проявил интерес к покупке этого сахс-завода, восстановлению работы этого сахс-завода. И буду, конечно, стараться решать эту проблему самостоятельно, а не передавать президентам этих стран, потому что я понимаю, что это немножко не по адресу письмо. Если же, конечно, не удастся мне эту проблему решить, то буду передавать по адресу.